Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала «Дали Ербанлайн». У меня в гостях Рауф Агамирзаев, известный специалист в области логистики Азербайджана. Рауф, спасибо, что присоединились. Здравствуйте и спасибо за приглашение. Рауф, несколько тем, которые я хотел с вами обсудить. Давайте начнем с казахско-азербайджанского взаимодействия, которое имеет, безусловно, политическое основание, но также очень серьезную экономическую подоплеку, транспортную подоплеку. Расскажите, какие решения были достигнуты за прошедшие недели и месяцы, потому что у меня интуитивно впечатление складывается, что мы стоим на пороге серьезного расширения повестки дня экономических отношений двух стран. Я думаю, мы также свидетельствуем перенаправление потоков, то, что было раньше и что происходит в последние годы. И один из этих элементов – это транскаспийский международный маршрут, который разные виды груза переводится по этому маршруту. И в основном это казахские грузы, так скажем. Как нефтяные, так и паромными переправами и кораблями РОРО, которые перевозят автофуры. И последняя договоренность была именно увеличение такого вида перевозок. Как мы знаем, в нашем регионе также активные перевозчики автомобильным транспортом это Турецкая республика, соответствующие, значит, в 1923 году по территории Азербайджана, если раньше у нас было ограничение до 38 тонн общей массы груза, их увеличили до 41 тонна. И это тоже стимулирует такого вида перевозок. Также были за последние три года и в Азербайджане в самом увеличились автоперевозчики. Также и в прошлом году у нас увеличили лицензии. В смысле, если раньше выдавалось на такого рода вида деятельности лицензии на год, сейчас уже можно получить 7 лет. И можно еще упомянуть то, что было в прошлом году относительно Азербайджан и Украины. Значит, на 2024 год увеличили количество универсальных разрешений на 88%. И в 2024 год на 2024 год 11 550 разрешений на страну. Из них 6 тысяч универсальных разрешений, 5 тысяч транзитных, 500 универсальных, значит, на перевозке третьей страны. И 50 универсальных разрешений на пассажироперевозке. В общем, в этом направлении у нас, как мы видим, есть уже позитивная динамика. И это все сказывается на эффективности серединного коридора. Если мы говорим о Азербайджанно-армянских отношениях, вы наверняка слышали, как сегодня руководитель, председатель национальных сборов Армении, парламент Армении, господин Симонян, заявил о том, что Армении не прочь покупать газ у Азербайджана. Это действительно твое прорывное решение, потому что мы просто понимаем, что газ – это базовая история, из которой вырастает потом взаимодействие в других сферах. Как вы относитесь к подобной перспективе? Насколько, скажем, вероятна в ближайшее время договоренность с Армении и Азербайджаном по газу? Я думаю, все зависит от политической воли, коммуникации. В принципе, традиционные они были у нас. Но если на данный момент они не функционируют, есть тут политическое какое-то решение. И еще один момент. Сразу же после войны были проблемы по газоснабжению России. Армения, Азербайджан частично поставлял газ. В смысле, по договоренности. В смысле, это все возможно. Технически никаких проблем нет. Что для Армении означает подобное решение? Ну, это диверсификация, это новый источник и снижение рисков, снижение зависимости от поставщиков, которые до этого они покупали. На данный момент, если не ошибаюсь, в армянском рынке два поставщика – это Россия и Иран. Руф, вы в своем фейсбуке, кстати, призываю тоже подписаться на фейсбук Руфа, вы в своем фейсбуке часто публикуете ноу-хау в сфере публичного, общественного транспорта. Прежде всего, это трамваи, как экологически чистый вид транспорта, который используют в крупных городах. Вот объясните мне экономику. Честно сказать, я не совсем понимаю. Общественный транспорт, он вообще дотационный? Его можно сделать прибыльным? Либо он априори дотационный? Ну, общественный транспорт, он считается социальным, и он дает мультиэффект. Общественный транспорт должны котировать, в смысле, бюджеты города относительно страны, может быть, бюджеты страны, и в этом плане непосредственно прибыль может быть не быть. Но дополнительный эффект, это в том, что если люди вовремя добираются до своей работы, если это в общей системе транспорта создает активную мобильность, вот в этом и экономическая прибыль всего города. То, что касается рельсового транспорта, легкого рельсового транспорта, я считаю, что он самый эффективный для города, экологически чистый. Это раз, поток, в смысле пассажиров, вместимость гораздо больше, разом может больше перевозить, и эксплуатационные расходы у него ниже, чем у автобуса. Также эксплуатационный срок у него гораздо длиннее. Если сравнить с метро, ну, метро дороже обходится строительство. Метро тоже очень эффективный и по интенсивности, но так как он дороже обходится, не каждый город может себе позволить строительство метро. А так, если есть возможности, косяк должны быть именно рельсовый транспорт. Это трамвай, метро, электричка, вспомогательные, это автобусы. И последние года, и, я думаю, и в Украине уже это не один год, как-то внедряется микромобильность на короткие расстояния. Это велодорожки, которые могут дать возможность велосипедам или микромобильностью, в смысле скутерами передвигаться на короткие расстояния. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый революцию позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Вот вы упомянули примеры Украины. Я не являюсь специалистом в сфере транспорта, но то, что я вижу, это, скажем так, частные перевозчики, которые пришли на смену советским автобусам, которых очень сложно выдавить с рынка. То есть, по сути, они узурпировали местные перевозки в украинских городах. Вот эти участные перевозчики. И это приводит к следующим последствиям. Во-первых, нельзя ввести единый билет на общественный транспорт, так как в любой европейской стране, я думаю, в Азербайджане тоже. Ну и второе. Понятно, что нет единого стандарта, ну скажем так, работы данного транспорта. Ну, надо сказать, что, скажем, сами Богданы, которого зачастую используются в маршрутках, они тоже не самые комфортабельные, мягко скажем. Вот есть ли у вас, например, понимание, как вытеснить частных перевозчиков с рынка, и какие сейчас компании, они действительно предоставляют современные экологически чистые классные автобусы? Я думаю, тут бизнес-модель должна поменяться и правила игры. Если раньше у нас были такие плановые, скажем, требования, сейчас есть понимание брутто-контракта, в смысле договора, на основе чего город субсидирует каждого перевозчика, и он, соответственно, уже будет требовать относительно этой субсидии. Если только зависеть от оплаты билета, ну, этим не будет эффективно работать. Когда город платит, в смысле, поровну всем, тогда и требования бывают жестче, и кто в этом рынке... А нужны, простите, простите, простите рук. Вот я, когда был в Великобритании, какое-то время назад, может быть, лет 5-7 лет назад, я помню, как там на одних и тех же маршрутах были разные перевозчики. И это, ну, своего рода создавало некую конкуренцию. То есть на одних и тех же маршрутах просто разные перевозчики, разного цвета билет. Вот это хорошо запомнил. Если мы говорим про автобусы, вот так же в Испании было, если не ошибаюсь. Насколько вообще, скажем, эффективно создавать вот такого рода конкуренцию? Не проще ли, в принципе, сделать общественный транспорт полностью публичным, за который бы отвечало какое-то местное агентство, например, которое бы, соответственно, ну, смогло бы более эффективно настраивать логистику, да, не завися от интересов частного перевозчика, который вкладывает в том числе свою норму прибыли туда? Я думаю, тут разные подходы могут быть, и разные города могут показать разные примеры. Но когда меняются правила игры, и условия для всех равны, тогда требования будут для всех едиными. И тогда в этих условиях там не выдержит жесткую конкуренцию слабый игрок. Так что это все реформируется поэтапно. У вас, вот, например, интересный пример был города Винница, если не ошибаюсь. Конечно, да. Когда они даже после 90-х, если не ошибаюсь, или нулевые, они покупали бэушные. Швейцарские, швейцарские, да. Да, троллейбусы, трамваи. И тем самым они помогли как-то оставить городской транспорт в рабочем состоянии. Многие города, например, у вас не так уж смогли сделать. И у нас вообще еще дальше пошли в плохом примере в том, что у нас рельсовый транспорт вообще ликвидировали. Это не только у нас, и в Тбилиси, и, скажем, если не ошибаюсь, в Ташкенте то же самое. Тут, опять-таки, есть промежуточные решения, есть решения, которые уже комплексные. И на данный момент многие города переходят на эти брутоконтракты. И если есть разные виды транспорта, то нужно субсидировать и получать итог. Хорошо. Это комплексная работа, Михаил. Хорошо. Если мы с вами говорим о партнерстве, ну, скажем, с такими центрально-азиатскими странами, как Кыргызстан, например, либо Узбекистан, я вижу, как президент Али в последнее время активно взаимодействует не только с Казахстаном, но и с Кыргызстаном, Узбекистаном. Какая там повестка дня, если мы говорим про вашу парафию, что интересного для, скажем так, Азербайджана, вот в этих странах, если мы говорим про транспортную логистику, возможно, про какие-то совместные торговые, инвестиционные проекты, либо производственные проекты? Не будем забывать, что страны центральной Азии не имеют прямого выхода к морю. И на данный момент в нашем регионе север под санкциями, юг, в смысле, Иран под санкциями, остается вот единственная страна – это Азербайджан, откуда транспортные коридоры могут функционировать по территориям, которые не под санкционные страны. И в этом плане Азербайджан имеет стратегическую важность. Также эти страны по разным проектам функционируют. Если мы сказали, Казахстан – это средний коридор, но есть еще второй такой проект, где-то он вспомогательный. Это железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который планирует уже начать строительство. Дальше Узбекистан выходит на порт Туркмебаши, Туркменистан. И тем самым две ветки в сторону Азербайджана направляются грузовые потоки. Что касается, какие сферы могут быть интересны, Азербайджан традиционно в нефтяной сфере имеет большой опыт. И в этих странах есть, например, в Узбекистане, если не ошибаюсь, наш СОКАР совместно, они какие-то месторождения планируют разрабатывать. Также из Казахстана были договоренности. Если говорим о Кыргызстане, у них был проект вдоль озера Исакуль, строительство турбазы, и Азербайджан тоже там участвует. Руф, спасибо вам большое за это интервью. На самом деле, вот эта ключевая фраза, действительно, которую вы как бы произнесли таким проскоком, но на мой взгляд она реально ключевая, когда мы говорим о том, что сейчас север и юг Каспийского моря, он под санкциями. И, соответственно, Азербайджан получает своеобразную монополию, если мы говорим о выходе к морю. И, возможно, как раз понимание всей важности ситуации, момента для интересов Азербайджана. И как раз диктует президенту Алиеву, в свою очередь, необходимость нормализации отношений с Арменией. И так, ну, на условиях, естественно, территориальной целостности Азербайджана и приемлемости позиции Азербайджана как государства-победителя в войне с Арменией. Я вам очень благодарен за это интервью, уважаемый Руф. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, комментируйте. И до новых встреч. Спасибо, Руф. Спасибо, Михаил. Субтитры сделал DimaTorzok